короче всем привет с вами джефф глаз александр и панда можете поздороваться там всех приветствую я уже скринялся в речь дмитрия потому что не думал что он настолько быстр умен и остроумен но все-таки всем привет еще раз дима что у нас на повестке дня что у нас на повестке дня до разберем скорее всего первый круг который закончился буквально не столь давно и что мы с вами видим видим статистику статистику команд как думаете мне кажется на самом деле вот тут очень интересная картина складывается има тут есть таблица есть таблица невероятно ну давай так вот мы со временем у нас уже не про какая-то google таблица а у нас как бы уже адекватная оформленный сайт есть это вот как бы прогресс за девять лет вот да начнем с того что поблагодарим дениса семенова за то что он наконец-то какие-то инновации для нашего хоккея ввел вот он наконец даже не то чтобы долгожданный это просто как скажем для нас это было удивление да что денис создал сайт и в принципе вот по каким-то уже скажем инновациям и двигаемся вперед и может быть что-то еще лучше в будущем увидим да александр абсолютно верно а что об этом думает марк мое почтение самое лучшее комментирование работа дениса в общем что мы на данный момент видимо на нашем с вами сайте есть вкладочка то турниры да и теперь здесь мы удобно можем с вами посмотреть какие матчи были сыграны и какие ждут нас в будущем то бишь второй круг также статистику команд и статистику игроков в принципе скажем тогда со слов семена семена вот я заговорился дальше тоже сайт будет развиваться возможно маленько приукраситься каким-то ну какой-то тематика еще что-то вот недавно блок был создан не знаю когда александр здесь начнется что-то писать вот это кстати может послушаем александр маленькие предъявы тут пошли мой адрес джентльмены как бы ну а сейчас сами понимаете какая ситуация вот там коронавирус это вся тема вот и немножко не до этого но я думаю может быть сегодня завтра возможности что-то внести но я думаю что мы многое говорим сегодня а какая-то краткая выжимка в текстовом виде может быть я созрею и напечатаю завтра ну просто недостаточно много событий в игровом плане произошло мы вот и обсудим да поговорим вот как тот прям выделить что-то прямо крупно как тут знаешь как раньше знаешь каждый матч это был какой-то прям вот событийные там фейверк вот сейчас как такого нет на мой взгляд но просто мы были молодые а насчет выжимки мне кажется идея зашибись потому что очевидно что нормальные люди не смотрят подкасты в текстовом виде может и почитают там онлайн ты даже есть можно поставить ну лайки это больная тема потому что я помню как в том турнире что-то типа даже не то что лайки там там просмотров было десять наверное на одном матче вот из них там наверно три моих и типа для кого это для чего то есть возникал такой вопрос и вызывал естественный бунт дима там беспалево право я показал как действует эта функция это же презентация по сути презентация нашего с нового сайта поэтому конечно я буду все показывать почему бы нет кстати смотрит в твиче целый один человек это я который зашел с мобильного вау это крыша сносно ребят не друзья кстати вот по поводу сайта интересная такая вкладка да ребята у нас еще один зритель это наверное олег мы просто нет выбора извини дима я тебя перебил вот и при этом интересная вкладка да создана семеновым на самом деле можно теперь посмотреть когда я кто был на сервере задействован и в принципе его время не знаю по мне так на самом деле такая удобная штука да если в будущем набирать каких-то новичков в команде можно будет посмотреть их активность в игре в принципе интересная вещь ну да в принципе треска до зарика основные наши вот новички которые там каждый день заходят заходят not snake еще до часто мелькает фьючер тренируется тренируется ребят так найдем сейчас на панду как панда тренируется а где панда а чё ты смеешься где мы с тобой но мы серьезные аналитики мы не можем позволить себе постоянно зависать на серверах вот поэтому нам простительно вот панда как бы к вам есть вопросы но зато там поднимите наверх пожалуйста список там видно что киса 7 минут была на сервере скажи что это твой твинг не кстати смотрите как бы мы там не говорили что за рипов много играет еще что-то сегодня вот на данный момент смерти ну нету его коронавирус до коронавируса нет вот это сейчас не так позвучало как должно быть же да да ты понял нет но вот рис куда мы риску видим в принципе риска часто заходит snake да в последнее время активизировался вот здесь здесь довольно таки много времени проводить в хоккей но возможно потому что он тоже как бы школьником является да еще сейчас школьником делать на карантине как не играть в хоккей привет олег кстати привет олег привет олег на здесь нету олега где олег олег если ты нас слышишь почему ты не играешь сегодня помнишь утром кричал больше всех днем что вот товар надо играть турнир вот начинается и как бы вот что имеем поиме на однако смотрите есть до новый некий ноут реально который я вижу первый раз ну вот что это кто это вот это тоже но это тот же самое кто-то тоже киса вот это кто это видимо может быть это лига мбхл потихоньку снова пытается как бы возобновить себя потому что я состою в их беседе сразу говорю я там остался мне интересно что там происходит и вроде как после окончания турнира и пхл они планируют возобновить свой турнир в своей лиге ну то есть как бы я относительно скажем как бы рад этого потому что все таки хорошо когда новички тренируются и развиваются может быть к чему-то это приведет в будущем поэтому посмотрим может быть это реально какие тут люди вот эти вот с лиги мбхл может быть тоже новые игроки в нашей игре с вами но возможно кстати к этому хочется вам так сказать как экспертом вопрос задать как вы оцениваете участие в это в нашем турнире ну тогда как сразу давайте вот к этому моменту перейдем рассмотрим маленькая команды дать первый круг участие в это ну тогда я начну до александр если смотри что у меня как бы не совсем устроило то что white tigers они частенько очень откладывали матчи все на потом и в итоге получилось что все матчи абсолютно все матчи не сыграли за последние три дня когда уже заканчивался первый круг ну то есть как бы молодцы что сыграли хотя есть конечно тех поражения видимо от альянса это пока тоже но все равно как бы вот это согласитесь как бы неправильно если время правильно составлять то нужно распределять все по существу все свое игровое время на определенные дни когда команда реально сможет выйти полным составом и отыграть в матче а не чтобы вот просто переносить либо в последний момент либо получать тех поражений это как-то ну неправильно с моей точки зрения но можно я скажу если можно по поводу этого но во-первых понятно что эти люди конечно совсем новички по сравнению с теми кто играет в остальных командах и в том числе в плане организации матчей но с другой стороны тут я я скажу так что вообще в принципе не имеет значения с каким там счетом они заканчивали матчи это неважно учитывая опыт а вот то что они не могли вовремя их сыграть и в итоге у них там несколько тех поражений вышло за это можно кинуть камень в огород потому что для того чтобы организоваться и собраться большой скилл иметь не нужно то есть тут уже проблемы немного другого рода поэтому им надо ну как то поработать что над этим моментом тем есть вопрос из зала олег против за тип логии прочитать самый последний лог это прям персональная просьба он даже в контакте мне про это написал нет он был верующим на верху он о господи вот они пасхалочки от наших зрителей это банк ты что определенно банк сейчас исключается из уака и переходит в мбхл отлично нас смотрит еще трое человек кроме олега поэтому всем добрый вечер ребята блин приятно что вы пришли по поводу вт это ну конечно полная безалаберность с их стороны потому что мы лично два раза переносили мальчик то есть из-за того что ребята просто не могли тупо собраться вот это конечно неправильно и но за выставлены можно понять ребят это не имеет никакого значения для них по сути этот турнир а вот пробный тренировочный как бы все равно и поэтому такие накладки там мама позвала покушать там надо в душ сходить там не знаю там завтра школа рано то есть такие накладочки получаются в итоге такая жизнь она молодых пацанов ты таким же был и я тоже но мы с этого начинали дать дмитрий то есть я начинал сколько 17 лет в это дерьмо как бы вот а я прям начинал с возраста как раз вот этих вот мбх ловцев олег он ходил просто понимаете нет вот между прочим как бы да я соглашусь со словами марк соглашусь со словами александра white tigers здесь как бы гостью на нашем турнире это ломка телевизор этот момент будет очень горячая трансляции до петлю будет очень горячей это служит бы от этого бауза кадр по этому будем ждем еще он будет публика я пою что ты ждал как бы 18 плюс это танцы от и а это просто забавлен как паффе Вот. Ты там пометил, что она не для детей, да? Я надеюсь. Подождём, это когда там вылезет что-нибудь про Viagra. Я номерок перепишу. Олег, внимательно смотрите стрим, как бы будете в курсе всех событий. В общем, ладно, шутки шутками. White Tigers, короче, были приглашены на турнир мной лично. Я им, скажем так, пригласительный этот выслал, они согласились. Я помогал собирать эту команду. Да, лучших игроков мы собирали с их лиги. Ну, как бы относительно, с точки зрения моей и с точки зрения их руководства, их капитана. Что я могу сказать, в принципе, по игре? По игре могу сказать, что, конечно, это чисто кровные новички. Но вот прям реально, они играют в среднем 3-4 месяца, но не больше. Они сами об этом говорят мне. И что я могу сказать? Вот с момента начала турнира, буквально даже за неделю, наверное, на начале турнира, вот этого первого круга, они начали играть товары. Ну, совсем вообще ничего не показывали. Ну, реально, они не попадали по шайбе и прочее. Но, что я могу сказать, выделить, что под конец первого круга некий такой прогресс есть. Ну, реально, есть прогресс. Мне кажется, даже Александр все равно подтвердит мои слова. Потому что, ну, новички начали попадать по шайбе. Они даже, вот, играли против моей команды, против команды The Actress. И мы реально видели, что они пытались делать какие-то комбинации. Ну, прям реально серьезные комбинации. Ну, за счет того, что им опыта не хватает. И у них часто случались провалы, как бы, и в обороне, и, в принципе, и в атаке из-за этих комбинаций. Но, но, все равно виден прогресс, как я уже сказал. Потому что есть такой вот скачок. То есть, начали попадать по шайбе. Ну, это уже плюс какой-то для новичков. Мы в свое время очень долго с вами привыкали, как бы, водить шайбу. Попадать по шайбе? Попадать по шайбе, водить ее, там, вообще, в принципе, что-то пытаться делать. Мне кажется, гораздо дольше, чем вот эти вот парни, парнишки. Эти парни быстренько ассоциировались. Ну, я так скажу, что по своему опыту и опыту тех, кто, так сказать, на моем веку пришел в игру, в нее можно научиться играть, чтобы не быть на уровне, как сказать, короче, чтобы не быть на уровне wooden people, типа, деревянных человечков, где-то за год, я думаю, чтобы вот прям иметь нормальный скилл. У кого-то меньше, у некоторых людей это заняло меньше времени, но это уже зависит от, ну, приматы рук и так далее. То есть, это не такой уж долгий срок, и я думаю, что буквально к следующему турниру возможно, или, может быть, через один эти парни уже будут в норм, более-менее, если будут играть дальше. Ну, я с тобой согласен, потому что они такие, мне кажется, продуктивные пацаны в этом плане. То есть, если, как бы, ну, команда, возможно, скорее всего, White Tigers распадется, как мне сказали после этого турнира, но когда у нас следующий турнир будет в МБХЛ, конечно, я приглашу вновь игроков МБХЛ поучаствовать с нами. Возможно, из них уже мы соберем более-менее каких-то, ну, серьезных, да, оппонентов для нас. Поэтому, возможно, да, другой хоккей уже увидим от этих вот участников, которые сейчас играют против нас. Что-то новенькое покажут. Ну, тем более ты говоришь, что у них будет турнир в своей лиге, и, может быть, там эти парни набьют немного скилл против друг друга, так сказать. Ну, возможно, потому что, как бы, основная их часть игроков, которые вот играли, которые сейчас играют, они останутся, да, там, в лиге. Но, как я понимаю, у них потихоньку идет приток новых игроков. Еще раз повторю, я состою у них в беседе, и, как бы, я вижу, что потихоньку игроки там приходят, по два человека, иногда, там, три человека за неделю. Поэтому это, как бы, тоже неплохо относительно. То есть, хоккей у нас не до конца еще умер. Кто-то сюда идет, это уже хорошо. Но это скорее чудо, честно говоря, что они пришли. Ну, я согласен, на самом деле. Как бы, у них очень другая, она различная система. Если сравнивать с ПХЛ, то их лига, она прям совсем кардинально другая. У них, как бы, я с ними пообщался. Почему у них название МБХЛ? У них название расшифруется, как Майнкрафт, Биатлон, Хоккей. То есть, эти люди, у них, как бы, такая компания большая. И они играют, там, где-то в Майнкрафт, где-то в Биатлон и где-то в Хоккей. Типа, как, знаешь, как олимпийские игры пытаются устроить в этих играх соревнования между друг другом. Вот. И поэтому, как бы, есть такие, вот, у нас непонятки с этой лигой. Потому что, вот, у них свои правила в этом плане. Но их организатор, вот, который, ник у него Федерико, Макс Левкин, если я не ошибаюсь, он, как бы, пытается сотрудничать, ну, лично со мной, пытается, как бы, с ПХЛ как-то связать свою жизнь и лигу свою. Поэтому, я думаю, что, если мы их позовем, вот, на следующий турнир, возможно, они все равно придут. Вот, хотя бы, даже, вот, этим составом, который сейчас играют, они, наверное, соберутся, смогут собраться. Ну, будем ждать. Идем дальше. На обсуждение. Да, друзья, ну, что, давайте тогда начнем именно прямо по кругу. Вот. А можно? У меня есть другая идея, на самом деле. Просто хотелось бы сказать, мысль возникла, вот, о том, что пригласили в ВТ, это все отлично, но еще есть мысля у меня лично о том, что очень жаль, что не приняли участие некоторые другие команды, ветеранов, скажем так. При том, что потом эти игроки попали в лист свободных агентов. Я не очень понял, почему они не заявились, раз потом все равно заявились, как бы, но по отдельности. Ну, думаю, понятно, о ком речь, но я, если честно, вот этого не очень понял. Ну, как тебе сказать в этом плане? Ты про Авин Спирит? Ну, вообще, он вообще, в принципе, говорит про команды, которые хотели, как бы, заявиться. Они даже уже, скажем так, руку свою правую вытянули, что они будут участвовать, и в итоге отказались. Ну, типа, такие, как Вин Спирит, такие, как, кто там, Нордики, да, и Айскримерс. Да. Вот, да. Но это было маловероятно. Я скажу больше. Нет, это не столь было маловероятно. Я не знаю, почему они не заявились, потому что я лично писал каждому капитану, и все капитаны говорили, да, мы будем участвовать. Я даже, я Джобсону писал, Джобс говорил, да, да, все, окей, у нас есть игроки, хотят они поучаствовать. На тот момент у меня был в составе Кредо, ну, в составе, ну, как, я его арендовал еще на прошлом турнире, и он у меня остался. Я говорю, он спрашивал у Кредо, ты будешь в Золак играть или что? Он говорит, нет, я буду играть, типа, за Айскримерс, они собираются играть. Ну, и все, я такой думаю, окей, хорошо. И, как бы, потом писал я также и Нордиком, кому я там писал, Егору я писал. Егор, говорю, да, да, есть люди, которые реально хотят поучаствовать в турнире, и, типа, ну, они не против. Я такой, ну, все, хорошо. Также писал Винспирит, и Винспирит вообще там реорганизовали свою команду, скажем так, с колен подняли, попытались поднять. Взяли там Слендера, по-моему, у кого-то еще, и вроде начали неплохо. Играли с нами товары, с многими командами играли товары, и вот под конец что-то не задалось, и, ну, не получилось. Под конец, вот прямо вот под саму вот этот вот занавес, когда нужно было уже все записываться на турнир, Винспирит снялся с него. Да, обидно, обидно. Просто получается такая ситуация интересная, что этот турнир по какой-то причине непонятной пропускает целые группы игроков очень высокого уровня, по сути, которые в топ и IPHL входят. Очень жаль, очень жаль. Ну, вот на самом деле, если так подумать, я вот просто тоже над этим, как бы, маленько думал, и, знаешь, столько игроков, реально, в свободных агентах, вот, с уровнем выше среднего, ну, среднее и выше среднего, с этих игроков можно было собрать спокойно еще какую-нибудь одну опытную команду. Да даже не одну. Может, даже не одну. Ну, как минимум, я не знаю, человек, наверное, около десяти точно есть в свободных агентах. Можно даже сейчас, в принципе, посмотреть в трансферах, да. Вот. Тут, конечно, не все зарегистрированы еще на сайте. А, ну, и ники, конечно, сейчас еще не видно будет. Ну, есть, в общем, игроки. Вот где-то даже можно посмотреть. Вот, допустим. Ну, много-много, да, надписей, в принципе, free, 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 free. Поэтому, да, я согласен, даже не одну можно было команду собрать. Вот, допустим, Ice Creamers не заявился, Винспирит не заявился, и кто там еще? Нордики не заявились. Можно было спокойно собрать какую-нибудь одну хотя бы команду из этих трех. Ну, почему-то не получилось. И в итоге у нас имеется только шесть команд. Александр, что ты там вообще оплевнул? Я не знаю, как вставить слово в ваше рассуждение. Потому что, ну, не заявились ребята. Ну, к сожалению, так получилось. Турнир-то идет. Как бы, команды играют, команды есть. Поэтому я предлагаю ближе к теме, потому что можно совсем пуститься туда. Давайте вернемся в 2012. Да. Еще не было выделенных серверов, и Мистер Латин Хаус открывал свой сервер, который близок к Москве был. И мы на нем играли с пингом по 100, по 150. Ну, у кого как. То есть, кто ближе к Москве, у них соточка была. Кто подача, кто 150, две соточки. Все, все, Александр, садовите. Всем было нормально, всем было хорошо. Кайф. Ты верхом бросил, это сразу гол, потому что никто не умеет отбивать. Броски высокие. Вообще, там, не все попадали по шайбе, между прочим. Имейте уважение. То есть, как бы, у меня будет все равно. Хочешь, я тебе подарю эти воспоминания прямо сейчас. Так ты это, иди в БХЛ поиграй. Там точно такое и будет. Не, вот когда будет Лига Пенсионеров, где-то, да, один из первых. Я тут в нее и скажу, я, короче, вот, бросаюсь. Лига ветеранов просто, там, Мозилла, Эвери, короче, все. Сан-Килл, там, откопали, откуда-нибудь, да. Вот, мое почтение, ребята, как. Славные времена были. Мирор Блой, там, где-нибудь из Харькова, там, вытащат ветеринарные клиники. Вот. Сейчас, короче, дом престарелых вошел в чат. Вот, давайте поближе к теме, потому что, первый круг нам подарил немало интересных матчей. Даже вот так, глядя, да, одним взглядом, можем увидеть семь овертаймов. То есть, вот, просто посмотреть, как вот идет, вот, ход матчей. И начали мы с матча открытия. Это Лак и Реманс. Я помню те игры. Очень плохо, давайте перед матчами, вернемся к тому, что очень плохо, что мало матчей откомментировано, по сути, практически никакие, да. Только вот мы, которые откомментировали, и все, по сути, больше не было комментариев. Очень мало, еще меньше матчей записано, и понимаешь, что это никому уже не упало со временем. Хочется играть уже, а не смотреть потом, анализировать что-то. Но, как бы, история теряется, типа, у нас не так часто турниры проходят, как хотелось бы. Александр, маленько тебя прерву так. По поводу комментирования. Сейчас есть свободное время, возможно, я этим возьмусь, как бы, и второй круг. Но могу пообещать, что начну некоторые матчи комментировать. Возможно, также кого-нибудь привлеку, может быть, даже сам Александр сможет, может быть, даже вон Марк, панда, заинтересуется в этом, хотя бы в одном матче каком-нибудь. И, в принципе, может быть, маленькой ситуацию этого поправим. Да? Ну, возможно, но тут ситуация такая, что мы вот столько лет уже играем, что сейчас наступил такой момент, когда я вот на этом турнире, я вам честно признаюсь, не посмотрел ни одной записи игр, даже своих матчей. Ну, просто потому что, типа, а что там можно нового? С одной стороны-то. Но, с другой стороны, кстати, я сейчас задам идиотский вопрос немного, а плей-офф будет на этом турнире или нет? Конечно. А, ну вот. Вот плей-офф можно записать и откомментировать. Насчет регулярного чемпионата, я не уверен, что комментарии так уж прямо обязательны, потому что сомневаюсь, что там будет аудитория, а плей-офф-то, может быть, и посмотрят люди. Хотя вот на самом деле, я, если честно, не на все 100% уверен, потому что, ну, Денис, видишь, маленько пока все по-своему сделал, то есть это, как бы же пробный вариант, пробный сайт еще, пробные вот эти сервера, не столь на 100% все связано. Вот даже Саша, как бы, маленько возмущался, да, что типа по старому регламенту мы по очным встречам должны как бы вот выше быть Оскаров, по сути, по старому регламенту. Ну, как бы по факту мы и есть выше, просто мы должны договаривать, потому что личная встреча у нас преимущество, по идее. И у White Tiger должно быть минус сколько, 4, да, по-моему, у них 4 технических с альянсом и с ПК у них технические поражения, поэтому как бы у White Tiger должно быть минус 4 очка, если идти по регламенту. Ну, вот, да. И это как бы Денис сказал, что чуть позже это все поправят, он как бы про это не забыл, но пока что будем играть на том, что имеется. Вот. Ну, Александр, продолжай. Ну, а что тут говорить? В принципе, первые матчи были очень горячими, два овертайма. Мы можем вообще отметить такую тенденцию, что у нас самая сильная команда это альянс, которая всех разваливает, кроме одного матча с Оскарами. Есть слабые новички White Tiger и конгромерат из 4 команд примерно равного уровня, плюс-минус опирающихся на разный стиль игры, но температура по больнице такая, чуть выше среднего. то есть пентакилерс, оскарс, лактрис и лемонс. Собственно, если говорить по этим четырем коррективам, для меня было большим удивлением то, как мы проиграли пентакилерс в очных встречах достаточно с таким преимуществом, то есть мы прям слили эти матчи, учись так упрощенно говорить, это было очень плохо. очень много удивительных результатов было на этом турнире, потому что потом мы достаточно уверенно победили оскаров, поэтому оскары взяли и победили альянс в овертайме, по-моему, в овертайме 3-2 и едва не вырвали победу во втором матче, поэтому альянс прошелся катком по лимонам, по пентакилерс, по-моему, с ВТ просто не было матча, так бы я боюсь представить, что было бы с ВТ если бы матч состоялся, так что тут что есть, то есть. Вот, в общем, все потеряли очки где-то на ровном месте, где-то не на ровном месте, и мы пришли к тому, что у нас к первому кругу очень большая интрига за плей-офф. Я так понял плей-офф, потому что нету, я понимаю, вот панду хотел его сначала посебать, что он не знает регламент, так регламента нет. И про плей-офф тоже непонятно, будет плей-офф, не будет, какой плей-офф? Плей-офф там, где все выходят в плей-офф, но помните, там где нет проигравших, это первое-второе место в полуфиналах, остальные четвертьфиналы, или это будет плей-офф с первого по четвертое место, два полуфинала, непонятно. Но я думаю, что все идет к плей-оффу с первого по четвертого строчку, просто ждали Дениса, как раз таки лично я бы задал ему очень много вопросов касательно организации. Но я думаю, что он сам еще не все представляет, потому что он занят другими вещами, будь то подсчетом статистики, будь то какими-то нововведениями на этом сайте. Но я бы добавил строчку регламент здесь, вот отдельный, там где это бы обговаривалось на английском, если он так хочет на английском, на русском языке, какие порядки, как что учитывается. Потому что я понимаю, что ему тяжело прописать, возможно, командами то, что мы говорили про личные встречи. Я понимаю, что это немножко сложно сделать, то есть есть какие-то затруднения. Но как бы это надо доработать. То есть это то, что требует экспертной работы. Вот. И в целом по игрокам еще хотелось пройтись, да, Дим? Ну, пока по командой еще договорим. Ну, вот такое вот резюме первого круга, если очень обобщенно говорить. То есть много вопросов пока. И то, что мы увидели в первом круге, далеко не факт, что будет во втором. И вайтагерс, что мне не понравилось. Вайтагерс сейчас оформили там четыре трансфера бывших игроков и ПХЛ. Ну, как бы проблема в том, что теряется их самобытность какая-то, они теряются опытом. Смотри, кто будет играть. Хоул, по сути, Артемка. Он газа, не знаю, будет, не будет. Франк, это люди, которые уже 10 тысяч лет уже. пришел в Лемонс, в Лемона. А, я прошу прощения, я просто не понимаю на английском описание. Я с тобой согласен. Я как бы когда переводил сюда вайтагерс с МБХЛ, все основалось на том, что эти новички, типа, ну, самые лучшие игроки. Получат игровую практику. Да, да, получат игровую практику и как бы именно будет представителями своей лиги. Тут, да, маленько получается разбавка, да, пошла. Хоул, Артемка пришли. Как я понимаю, Хоул будет играть в центре, Артемка, ну, вот на товаре он играл в РД, по-моему. И, ну, я с тобой согласен. Получается, это уже с нами будут играть не те новички, которые начинали с нами на первом круге. Да, я по этому поводу скажу так, что, во-первых, вот за эту ситуацию, что они сделали эти трансферы, я вам открою секрет, надо поблагодарить Ори из нашей команды, Ореха, потому что, когда мы с ними играли в турнирный матч, он им сказал, прям во время игры написал, или после, я уже не помню, что, вам надо подписать несколько опытных игроков с фри, типа, а то совсем плохо. И они ничего не ответили, а потом подписали. Нет, так я так же... Это шутка, это шутка. С Максом Левкиным, с капитаном их, с Ведрикой, я тоже хорошо общаюсь. Я как бы тоже посоветовал им. Я говорю, вы хотя бы... Ну, у них проблемы, видите, они не могут собраться, конечно, им в любом случае нужен был хотя бы один игрок, чтобы был какой-то актив в команде. Поэтому я говорю, ты посмотри на сайте во фри игроках, и, может быть, кого-то подпишешь. Ну, вот он, соответственно, подписал двух. Франк, видимо, не принял, либо отказался, я не знаю. Вот. Ну, пополнее. У них еще судьба тренируется, ребята. Он тут не оформлен, но товар против, по-моему, кроссовскоров, да, был товар, или против лимонов, прощение, был у них товар тут позавчера, и судьба играл в старте. Нет, я лично судьбу не видел. Но тут, на самом деле, есть большой минус в этом, откровенно говоря, в том, что это может быть вообще в этой ситуации, что эти все челики пришли в ВТ, что они, может быть, там и не супер топ, эти игроки, но они по-любому займут место в стартовом составе, ну, потому что они гораздо сильнее, чем новички, и если капитан их намеренно, ну, не будет предпочитать выпускать именно вот своих знакомых, если он сделает выбор в пользу сильнейших, тогда новички играть вообще не будет, и как бы смысла тогда особо я не вижу. Ну, вот сейчас как раз мы видим вот капитана White Tigers Федерико, он сейчас занимает позицию голокипера, и вот, кстати, я из всех игроков White Tigers очень хорошо бы хотел отметить именно Федерико. Вот реально в последнем матче я комментировал, когда Лимонов, да, Лимонс, White Tigers очень, очень, очень много сейвов сделал, причем ладно бы просто по низу, он прямо и поверху ловил, и такие средние тяжести сейвы были, ну, прям серьезно отыграл матч. и с нами он хорошо сыграл. Да, есть у него прям потенциал, видно, что, ну, старается человек. Есть предположение, что пройдет еще там три где-нибудь, месяца, но он уже будет близок к уровню вот наших фратарей, нашей Ли. поэтому, поэтому, ну, не знаю, кого еще с White Tigers отметить, ну, то, что единственную шайбу забил, кто там, Нумуа, по-моему, где он тут есть, нет, а, вот он, Нумуа, вот единственную шайбу против Лимонов он забил, это я точно помню. А, когда играл White Tigers против Уака, нам забивал, по-моему, Сурик Диамонт. Ну, тоже. Кстати, вот я стоял полматча, скажем, здесь тоже я маленько такую предысторию сделаю. Я подписал в свою команду новичка. Ну, решил просто реально помочь человеку. Ник у него Фоксович, это тоже молодой парень, с МБХЛ, я взял на себя ответственность, чтобы получить его на воротах. Ну, и я скажу так, что, ну, Александр меня, думаю, маленько поддержит, что он пришел к нам в команду, он вообще не мог по шайбе попадать, ну, прям вообще абсолютно, прям, ну, не мог. И, как бы, я маленько поучил его, он практиковался каждый день, там, какие-то упражнения делал специальные, да, которые я ему говорил. И, в принципе, за месяц, ну, скажем, прогресс есть у него. Он даже порой, ну, вытаскивает шайбы, я сам офигеваю, как он это делает. Ты говоришь, как я на работе просто. Попал специальные упражнения, делал каждый день, два раза в день, и есть прогресс, как ты на ней болеешь. Ну, на самом деле, так и есть. Я показывал некоторые упражнения, чтобы быстрее освоиться и привыкнуть к шайбе, к физике вот этой, к хоккейной. Поэтому, у него есть прогресс, и, как бы, в дальнейшем он остается в нашей системе, и я буду маленько его учить. Но, после этого турнира я его отпущу поиграть в МБХЛ. Ну, специально, чтобы у него была практика. Мы-то с вами, старички, поиграли в турнир, и все, устаем, как минимум, потом месяца на 3-4 уходим из хоккея. А они молодые, пусть играют. Поэтому, вот. Ну, и, в принципе, как я и хотел сказать, что я стоял полматча, против матча White Tigers. И вот, Сурик Диамонт, вот этот вот, форвард, получилось так, что забил неплохую шайбу мне. Прям, по-моему, чуть ли не с разворота она залетела. Я там вообще ничего не мог сделать. Ну, там была небольшая ошибка в защите, мы просто баловались, мягко говоря. Поэтому, ну, все равно можно как бы отметить, как игрока White Tigers, что что-то сделал для своей команды. Ну, в принципе, друзья, что тут можно еще сказать по трансферам? То, что Тема с Винспейта полуумершего перешел в лаг, точнее, я вновь вернулся. Скажем так, попытаемся мы укрепить нашу защиту, РД, разбавить маленько. Можно я со стороны оценю этот трансфер как бы незаинтересованным взглядом? На мой взгляд, это вообще отличное решение. Я реально оценил, когда увидел, что он перешел в ООК, но когда еще не было даже трансфера, я понял, что он перейдет. Потому что я сейчас дам оценку со стороны, не знаю, вы согласитесь или нет, но у ООК, особенно вот в начале турнира и до него главная проблема это была защита. И это связано, на мой взгляд, с тем, что нет чистого, ну вот, помимо Александра, нет чистого защитника. И то, честно сказать, вот когда играли против ООК, то Алекс мне понравился, как играл в атаке. Почему-то именно в атаке хорошо выглядел. А Тёма, его как бы основные скиллы, все направлены на оборону. То есть, он, ну, из таких людей, ну, я бы сказал, супер неэгоистичных, которые играют на команду. И вот такой игрок, мне кажется, ООКом в заднюю линию, ну, то есть, вам лично, очень был нужен. Поэтому, вот это прям отличный трансфер, и между кругами его сделать, это хорошее решение, поэтому, мое почтение. Ну, вот сейчас я, как капитан, скажу тебе, в принципе, такая предыстория. Александр, тоже тебе оставлю потом слово. Вот смотри. Впрочем, перед турниром, вот буквально за неделю турнира у нас начался такой небольшой кризис в команде. Я извиняюсь, просто Олег в чате выписал, мне показалось, и меня обманули. У нас начался небольшой кризис в команде. Мы неплохо провели предсезонку, мы ведем статистику, у нас Зипа ее вписывает в таблицы, и как бы неплохо провели предсезонку, но под конец вот этой предсезонки у нас вот случился кризис, и наша вот эта вот основа, которая строилась всю эту предсезонку на протяжении, ну, месяца, когда Александра Зипа был в атаке, и Вайпер был в РД. Она сначала действовала хорошо, а вот потом рухнула. Ну, что-то случилось, непонятно что, и, короче, не получилось. Вот мы начали лаг Лемонс, вот именно вот этой вот старой основой. У нас ничего не пошло, и мы проиграли две игры в лот. Я не согласен. Александр, сейчас. Я прям буду спорить, потому что первые матчи были на нервах, что матчи с Лемонс, что ПК, мы привыкали, и как бы с этим была проблема, потому что Олег нервничал в обороне, как бы, и Леша как бы нервничал, да и, ну, первый матч я очень хорошо сыграл в первом матче, то есть, там прям было нормально, 4 гола я забил, то есть, у меня не было проблем с этим, ну, численно, может, пункт опыта, я не знаю, вот, но вот потом, когда уже все начали нервничать, и пошел провал, как бы уже на этом фоне, конечно, и возникли проблемы. Ну, в общем, нужны были какие-то кардинальные меры, и я полностью перетрес наш состав, и, скажем так, с головы до ног, точнее, наоборот, верх ногами, короче, его поставил, и получилось так, что вот, Вайпер перешел в атаку, Александр перешел в РД, ну, и вот тут, вот такой вот прогресс, панда, извини, но вот именно на этом матче пошел прогресс нашей атаки. Ну, это прям был развал Оскаров, я считаю. Ну, это прям, вообще, Оскаров вообще ничего не получалось в этой игре, вот прям, максимально не получалось, вот в этом проблеме было, то есть, нет, это да, 100%, что видно, что и Оскаров, как бы, ну, не получалось, видимо, тоже такой, были ошибки, и мы, как бы, наоборот, на ваших, по сути, выиграли мы на ваших ошибках. Ошибках, по сути, да, если бы забивали моменты, ребят, из Оскаров, то, может быть, счет был бы и такой, типа, 7-7, там, 6-6, там, овертайм, то есть, изи, а, ну, так вот, конечно, нервизовывать свои моменты и запускать игроков за спину защитника, это, конечно, было провальной затеей в исполнении. Потому что, вайпер у нас, игрок, это, я не знаю, даже с кем его сравнить, Олег очень активный в атаке, ну, как бы, есть потенциал у него вводить игроков разного уровня, причем. Вот, кстати, Марк, мне к тебе вот такой вопрос тоже, как бы, как капитан-капитан, да, вы сыграли очень в притирку с Альянсом, ну, прям, достойно отыграли, прям, ну, реально круто. Это у вас получилось. Нет, да, это первый вопрос, а, во-вторых, как бы, что случилось потом, ну, вот, с ПК, почему вот так вот? Что вы чувствовали, когда обыгрывали Альянс? Нет, ну, я вам так скажу, что, во-первых, фиг его знает, а во-вторых, произошла такая ситуация интересная, что мы вот перед турниром довольно много играли товаров, ну, по нашим меркам. Оскар вообще в межсезонье всегда не очень активно, но в этот раз, когда собрался состав, кстати, сразу скажу, что, если вы обратите внимание на состав наш, то, и даже на стартовый состав, то есть, трех полевых игроков два не были на прошлых турнирах, то есть, не были в Оскарах, и вообще, эти два человека, ну, если можно, я бы включил этот состав на секунду. Так. Да, просто я хочу объяснить, вот, два человека, которые идут после Дэдмауса, это люди, которые не играли уже несколько лет вообще на турнирах. Я их нашел чудом, просто в игре. Сначала Ари, потом Пузико, и они попали в стартовый состав, хотя изначально предполагалось, еще когда только турнир планировался, что будут играть Некор и Арк, но они, ну, по определенным причинам не могут играть по занятости. Там, Некор сыграл в итоге свои матчи, когда освободился, Арк вообще не участвовал. К сожалению, ну, Ньюби, понятно, в качестве дядьки в раздевалке, поэтому совершенно новая основа была, и я думал, что мы только к концу первого круга более-менее разыграемся, и будем себя нормально чувствовать, а вышло наоборот, что пик формы был в самом начале турнира, а потом, чем дальше, тем почему-то начало хуже получаться, как будто спад пошел, и вот последний матч как раз был против вас, ну, с ПК я не считаю, ой, с ВТ, с ВТ я не считаю, честно говоря, это так, разминка, а вот против вас был последний матч, это был худший, то есть я просто ужасно сыграл, давно так плохо не играл, и все остальные почему-то тоже, у меня объяснения нет, но для нас это была худшая игра, ну и плюс, ну тоже, так, я скажу, как будто бы вы не из ОК, я, ну то есть, ожидал меньшего, то есть, я ожидал, что ОК против нас сыграет хуже, а вы играли очень даже неплохо, и это как бы стало неожиданностью, и та же самая история абсолютно в матче против ПК, то есть, во-первых, я бы хотел сказать, что ПК это вообще, на мой взгляд, открытие турнира, почему, потому что перед турниром, когда мы играли с ними товарки, они выглядели вообще не так, играли, ну они играли там, я не знаю, не сильно лучше, чем ВТ, лучше, конечно, но все равно довольно слабо, а тут, когда мы вышли на них, на турнирный матч, вот 15-го числа, они вдруг начали нас нехило так зажимать и забивать и катать, мы реально офигели, и в итоге так до конца второй игры и не сумели прийти в себя, и ПК действительно молодцы, причем там игроки, ну, собраны, вообще там разные иностранцы, некоторые русские, но они и в командной игре хорошо себя показывают, поэтому, ну свою команду я оценивать не буду, а вот ПК похвалю, на мой взгляд, что у них 19 очков, это реально прорыв по сравнению с тем, что было перед турниром. Ну, слушай, я соглашусь именно вот с этим, что ПК можно прям реально поставить как команда прорыв года, я не знаю, потому что мы сколько играли с ними тоже в пресезонке, я тебе, ну, прямо скажем по-честному скажу, что, допустим, из 10 игр в пресезонке мы выигрывали как минимум в 8, и причем счет был там с разрывом в 3, в 4, в 5, а то и в 8 шайб, а тут мы тоже начали играть, и получается, ну, да, мы попали в кризисный момент, еще раз повторюсь, и мы тоже этого не ожидали, что нас прям реально очень сильно раскатает пета-киллерс. Ну, я не знаю, можно прямо отметить, что, ну, реально, видимо, есть какой-то плюс от связки Monster и Snake, потому что раньше играл один Snake, и, видимо, этого не хватало. Сейчас они подписали Monsters, и, ну, видимо, есть какой-то прогресс, ну, потому что, ну, не может быть это совпадением, я так думаю. На мой взгляд, один из лучших трансферов перед турниром, именно вот Monster, потому что, ну, Snake индивидуально силен, что тоже, кстати, удивительно, потому что раньше он не был таким, а когда у него появилась поддержка, то начало, начало еще получаться что-то и в командном плане, и теперь они выглядят действительно неплохо. Будет интересно даже, как во втором круге пойдет у них, ну, и у всех остальных тоже, но вот и на них надо будет посмотреть, теперь уже повнимательнее. Ну, я думаю, не надо объяснять, да, почему Snake силен, потому что мы видим, что реально сейчас очень немало времени проводят в хоккее, вот даже если посмотреть влоги, поэтому, кстати, Александр, что ты скажешь по этому поводу, что скажешь по поводу ПК? Хорошая команда, состоящая из двух индивидуально сильных игроков и третьего ролевика, которые, ну, по сути, удивительным образом начали хорошо комбинировать, но они в товархах в хорошем комбинировании, просто монстр редко приходил на них, а тут у них какое-то взаимопонимание, ну, два водилы, в общем-то, молодцы ребята, показывают хороший уровень, и сейчас хорошее время обратиться к статистике игроков, как раз-таки проверить и убедиться в том, что никого из них нет даже в десятке, как ни странно, а нету почему, потому что они участвуют в такой вот комбинационной командной игре, и как-то вот они вот смогли скооперироваться и достойно себя показать. Если посмотреть на статистику, у нас здесь лидер это Залипов, но не сказать, что он сильно прям далеко оторвался от своих конкурентов по очкам. Всего лишь 48 против 46, то есть два очка преимущества, он как бы молодец, по голам как бы лидер, мы видим вообще Олег, добрый вечер Олег, ты большой молодец, 35 шайб заброшено, но где пасы, где пасы, Олег? 8 пасов это уровень, честно говоря, у Дэдмауса, он на воротах стоит, у него 7 пасов, а у тебя ты в поле играешь 8 пасов, мое неуважение, Олег. Вот, а Некра хочется выделить, который долго не играл, на товарах, он приходил на товары, да, там, у него были проблемы какие-то определенные, но он наколотил 34 шайбы, я думаю, это в основном матч с ВТ было, да, набитое? Ну, я уточняю, что вы можете посмотреть на Некра и на Пузико, который на втором и пятом месте, так, если по-честному, каждый из них вот за два матча против ВТ набрал, я не помню, сколько точно, но около 15 очков каждый. Возможно, стоит просить, просить Дениса делать отдельную статистику без ВТ, она будет более показать, на мой взгляд, потому что тоже Залипов матч с ВТ мог набрать, ну, голов 20, я думаю, то есть мы вот сейчас рассуждаем немножко необъективно. Олег тот же самый набрал в матче с ВТ сколько он там, голов 15, да, он забил за два матча или 12, я вот не помню. где-то 12 голов примерно. То есть это будет не очень честно в отношении вот Куклера, Залипова, Семенова, то есть как бы... И меня тоже, потому что я не играл против ВТ. Да, если вот это убрать, вот, с моей Флетчера выделяется из Альянса 30 голов, без матча с ВТ. То есть это очень сильный результат. И тебе больше скажу, даже же я забил, Джефф Глаз забил ВТ. Я играл на РД же, вместо тебя помнишь. Мое почтение, Джефф Глаз. Мое уважение просто. Какого там списка у нас? 22-й я смотрю. Один гол, три ассиста. Просто браво. У Фоксовича, кстати, ноль голов, четыре ассиста, и вы делитесь с ним 22-ю строчку в рейтинге. Мое... Ну, ты понял. Вот. И пентакиллер, здесь Снэйк на 11-м месте. 23 гола, один пас. Один, один пас. То есть, настолько вот вся команда на него работает, что Берт, что Монстр, что это как бы противоречит тому, что я говорил до этого. Но на самом деле, по сути, Снэйк, он прям вот такой наконечник, который завершает. И это не мешает ему участвовать в общекомандном движении. Просто у него такой акцент на атаке. Вот. И приятно за ними наблюдать, они хорошо играют. Мне нравится игра Лемонс. Вот видишь, Семенов с Эндрю Гейзом идут вместе, вот рука об руку. Они офигенно играют. Мне очень нравится наблюдать за их игрой, и мне не нравится в них играть. Потому что они настолько широко играют по льду. Это просто безумие. Это от борта до борта у них идет какие-то набросы, открывания. Только ты запускаешь одного там просто по всей шее не атаки. Диагональ, ну, по классике, как должна у нас идти, но у нас не идет, потому что у нас там разные причины. Вот. Команда по этому поводу. То есть вот они играют в такую широчайшую линию, и никто в такое не играет. Именно про Лемоны, если говорить. Оскар гоняют в треугольник, кто что нам откроется, такой современный стайл Ice Creamers, да? Вот. У ПК такой усовершенственный, старый Альянс Буре, грубо говоря, там есть такой, да, выраженный лидер атаки, это Снейк, вот, которого поддерживают все остальные. вот, Альянс играет в такой бриллиант в таком стиле, у них такой бриллиант Nordic Union, наверное, вот, то есть я бы не сказал, что у них какой-то двигательный треугольный, ну, активный треугольный, который вот по всему, по всей площадке, да, перемещается, как у Оскаров, то есть по ширине они играют достаточно, ну, умеренно, да, у них набросы преимущественно идут и много очень пасов, то есть они могут забивать больше и, возможно, не было бы победы Оскаров, если бы они играли бы примитивно, то есть они порой чересчур очень сильно мудрят и вспоминаю наш матч с ними просто, да, я как бы вспоминаю, как они играли, ну, то есть там, где можно было бросить, ребята просто пасы какие-то делали порой чересчур прометчивые, то есть, ну, Альянс тут с запасом, конечно, в лидерах и только какая-то недооценка и какое-то стечение обстоятельств плюс идеальная форма соперников может их приостановить, но проблема в том, что это только на один матч, но я не думаю, что они проиграют больше, то есть одного матча, то есть все с Крамом у них случилось, ну, как бы первый матч это абсолютно нормально, да, и тем более в овертайме только, только в овертайме они смогли проиграть, то есть что будет в плей-офф, тут как бы, ну, пока все понятно, но посмотрим, что мы сможем показать остальные команды, да, то есть такой получается конгромерат против Альянса, ну, формируется, в общем-то, интрига только в этом, на мой взгляд, кто-то сможет ли остановить, ну, пока они выглядят очень убедительно, у всех остальных команд есть свои проблемы, которые, вот, будут решаться эти проблемы во втором круге. Смотрите, ребята, вот такой вопрос, давайте выделим, ну, буквально три человека, да, ну, допустим, атакующего дефера и вратаря, ну, которые на первом круге более-менее выделяются по сравнению с другими игроками, как думаете? Ну, кто начнет? Я, если можно. Ну, я так скажу, по поводу вратаря, на мой взгляд, вот, именно из того, что я сам видел, сам играл, как бы я играю в атаке все матчи, поэтому могу оценить, кто из вратарей как стоит, на мой взгляд, сильнейший вратарь пока это глаз, именно в плане отбивания шайбы. Вот сейчас Дэдмалс на меня обидится, из моей команды Витя, сорян, но Дима реально тащил, то есть, и это даже не касается только турниров и на товарах, я, чисто говоря, офигеваю, потому что в плане сейвов вот сейчас реально Дима самый жесткий вратарь в лиге, это я вам ответственно заявляю. Остальные, что? Дима, только не плачь, пожалуйста, сейчас. Да. Александр просто знает ее. Спасибо. Поэтому тут есть, еще, ну, у Дэдмалс 7 голевых передач вы видите, да, потому что он очень активно играет на выходах, это его главный плюс. У нас вообще... Я люблю тебя маленько, извини, Марк. Дэдмалс, наверное, потому что против Вайтайгерс, наверное, матчей играл. И, возможно, он там много пасов раздал. Ну, у него, помимо этого, по-моему, три, что ли, пасы голевых пилы. Дима, он лучше тебя пасует, Дима, успокойся. я ничего не говорю. А, мовер, иди, отпивай шайбу, пожалуйста. Это у тебя получается, а с пасы не твое, брат, просто оставь. Согласен. Заверия, это фоксорит. Нет, ну, я так скажу, просто, ну, раз речь идет о оценке вратарей, что, если брать работу с шайбой, то Дэдмалс это самый сильный вратарь. А если брать сейбы, то глаз, вот, на мой взгляд. Ну, давай тогда, Александр, может быть, атакующего возьмешь игрока. Атакующего? Ну, ёлки. А, лодер, xcv.ru, как бы, заходи. Трансляция официальная. Нет, не надо заходить, это какой-то сайт нехороший, как бы, там ничего хорошего вы не увидите. Давай, продолжай. По атакующим, господи, боже мой, тут такой широкий выбор, и я буду максимально банален, просто мне не хочется никого из Альянса отмечать, честно. Они все и так знают прекрасно друг о друге, то есть тот же Залипов, как бы, все понимает, я думаю, и Куклер. Ну, просто, я думаю, что тут Снейк выделяется, и я бы его выделил бы, как лучшего атакующего, потому что, ну, он способен обвести всю команду, ну, таких игроков не очень много сейчас. Раньше был Бурай, как бы, да, вот, и он это мог, там, еще могли ребята, там, из кафе и прочее, но они сейчас не играют, и на этом фоне Снейк стал выделяться вот таким вот олдскульным раскатом. Ну, в принципе, да, ну, я также, конечно, мог бы подбавить сюда и Вайпер Олега, он тоже молодец в этом плане, но, согласись, он, типа, тоже способен, на самом деле, обвести всю команду, если захочет, это было, Проблема, что он у нас изначально был в Дефе просто, и расценивали как Дефера, а как бы, как атакер, он, конечно, может, но еще и нервный фактор, учитывая, а вот у Снейка, как-то вообще, и броски у него какие-то железные, и он сам такой холодный, и просто, просто делает свою работу, то есть, скажу вам, как вратарь, вот, у Ватышей, да, вот, в том числе, у Снейка, он, у них какие-то странные броски, вот, именно, какой-то свой собственный такой подбор, потому что, вот, для нас вратарей, вот, он вроде реально собирается бросать в определенную точку, я, возможно, даже уже вычислил, куда он будет бросать, но почему-то шайба всегда летит в другую, я не понимаю, типа, это единственный игрок, Снейк, который реально, вот, именно, вот, такую ерунду делает, которую я не могу предугадать, вот, абсолютно, вообще не могу, то есть, я знаю, допустим, как панда может там действовать, я просто не всегда могу отбить, потому что у меня руки кривые, да, отскоки-то трудно, ну, тем более отскоки, господи, и, типа, так же, ну, как там за рипов действовать, я знаю, типа, ну, как многие нападающие, ну, от Снейка, вот, реально, у него какая-то, вот, не знаю, видимо, волшебная клюшка, ну, очень странно он бросает, и, порой, ну, я реально не могу предугадать этот бросок, и это ладно бы, если просто так, один раз там вышел, ну, два раза вышел, он делает это постоянно, то есть, он прям, ну, знает какую-то вот, под себя систему подработал, броска специального, и вот он этим пользуется, это, в этом плане, не знаю, плюсик такой, жирный, можно поставить, как нападающего, а вот, защитника, да, друзья, ну, что я скажу, из всех защитников, тут я, ну, готов выделить Фетчера, да, из Альянса, на самом деле, очень хороший защитник, ну, олдскул, да, скажем так, даже больше, чем я, играет в хоккей, наверное, так же, как Александр, примерно, да, Саша, с тобой начинал? Ну, он чуть позже начал, но тоже давно уже в этой игре. Ну, вот, примерно с того же периода времени, то есть, опытный игрок, я думаю, что он на поле почти везде перепробовал позиции, но вот сейчас, в данный момент, на Альянсе, в Альянсе, и, знаете, он очень неплохо там смотрится, смотрите, еще раз показываю, да, три первых человека, ладно, Зарипов и Некр, это нападающий, но Флетчер, это РД, это защитник, и вот это, как бы, на самом деле, очень, такой удивительный факт, да, 46 очков набрал, защитник, и он замагает. это условное деление в Альянсе, они все-таки очень... Ну да, все везде. Нет, я согласен, я согласен. Я тебе говорю, это бриллиантовый Нордик Юнион, да, вот это, везде, Супернот, это классика. У них все работают, все игроки работают, я согласен. Ну, просто я видел Флетчера, именно, как он действует в защите, я играл некоторые матчи на товаре за Альянс, я видел, как действует Флетчер, он, в принципе, да, он помогает хорошо в атаке, он реально, на него скидывают спокойно шайбу, он завершающий игрок. И так же неплохо возвращается в деф, то есть, ну, на самом деле, тяжело против такого игрока играть, нужно, ну, реально хорошо размыслить атаку, чтобы дойти до вратаря Альянса. Ну, поставь куклера в деф будет то же самое. Нет, я согласен, но в данном случае... Вообще, вот даже еще хуже, возможно, потому что куклер очень много в обороне играл, и там будет вообще разрыв жопы некоторых атакующих игроков, даже нашей команды, да, не будем показывать на олигопальцем, но, как бы, то есть, там вообще будет просто не стена непроходимая. Пазарипов, кстати, я бы сомневался, но он тоже хорошо играет достаточно в обороне, вот, ну, потому что индивидуальный скил решает. Сейчас, видишь, речь идет именно, кто на данный момент прямо стоит, как бы, в дефе, и мы видим, что в каждую игру флетчер занимает РД позицию, поэтому, как бы, ну, существенно можно сказать, что он хороший деф, в любом случае, на этом турнире. Не, ну, ребят, насчет, я вам так скажу, насчет флетчера, фии куклера, и за рипа вообще Альянса, тут не в обиду за рипу, он, конечно, бист, ну, в плане индивидуальном и так далее, но флетчер и куклер, вот эта связка вечная, она уже на протяжении долгих лет любую команду сразу делает на уровень выше, чем любой соперник, то есть, там чуваки уже, ну, грубо говоря, вслепую, друг друга понимают, и при этом, у них уровень скилла выше, чем у всех остальных игроков в лиге, то есть, когда есть, хотя бы они двое в составе, то, ну, уже победить очень сложно, а если еще и за рипов вместе с ними, то практически невозможно, только чудом, но мне кажется, что даже если был бы не за рипов, а кто-нибудь послабее, прям, значительно даже послабее, они бы все равно шли на первом месте, потому что эти два чувака, именно в связке, ну, они очень жесткие, тут даже сказать нечего, тут просто, просто даже нечего сказать, мы это видим, ну, я не знаю, с какого года, уже очень долго, лет пять, наверное. Да, с пятнадцатого, наверное, точно, ну, как вот, Девилс там выиграли, да, турнир? Да. По-моему, вот с тех пор это и длится. Нет, ну, это, это, конечно, бесспорно, ну, потому что два игрока, они, не знаю, они как сиамские брезницы, наверное, в хоккее, они много, мне кажется, команд посетили, и причем, во многих, именно вдвоем были, вот, данной связкой. Я согласен с тобой, Марк, очень уж такая годовалая, наигранная связка такая, мне кажется, трудно такую развить, да и разбавить тоже, особо, никем не разбавишь, даже если, как ты говоришь, слабого игрока поставить, мне кажется, не сильно уж ухудшится у них ситуация в команде, так что, в принципе, ты прав. Ну, такое, я еще добавлю, насчет защитников и атакующих, если вот, выносить за скобки Альянса, их можно, в принципе, даже вынести за скобки, то в плане защитников, ну, во-первых, Вайпер, он хорош, но я бы сказал, что он не лучший защитник, хотя он начинал турнир на РД, а лучший нападающий именно, если не брать Альянс, потому что, я когда его увидел, в ООК, еще до турнира, ну, не знаю, тут без всяких оценок, но было видно, что он очень силен, именно в технике, в бросках и так далее, и поэтому, я, честно говоря, удивился, что он не в атаке играл, но в итоге, все-таки оказался в атаке, и мне кажется, это еще лучше будет, потому что, ну, я, ну, вы сказали, что он, ну, может на команду сыграть, и все такое, но, при этом, мне кажется, его, ну, Олег нас смотрит, так что, Олег, мне кажется, что твое призвание, это именно набирать очки, и в этом хорош. А что, я вижу, что ты львешь уже в чате, просто, ну и почтение. Что касается защитника, я лично отмечу Семенова, мне кажется, ну, опять же, кроме Альянса, именно из тех, кто играет на РД постоянно, вот он реально хорош. А он на РД играет? Это прям, он, по-моему, меняется, он вроде бы и в атаке, и в РД вроде играет. Он вроде бы и ЛВ, насколько я помню. Ну, я часто видел его на РД. По-моему, на этом, вроде, турнире, вот сейчас, по-моему, он играет на ЛВ, а вообще, он, в принципе, очень часто играл в Дэфе. Я знаю, что Семенов очень хорош в Дэфе. А, нет, у него были матчи, на этаже. Нет, да, Семенов, в принципе, знаете, он как универсальный человек. Он также может спокойно играть и в центре, и в Дэфе, вообще без разницы. Он везде может. Прямые руки у человека, поэтому, я думаю, что ему не составит труда сыграть и в Дэфе. Вот. А насчет Олега, ну, вот, ты опять же, сказал, короче, что Олег играл сначала в Дэфе, да, и ты удивился. Вот это тоже в том году у нас, когда был турнир, у нас опять же был небольшой кризис в команде. И Олег начинал, играть в атаке, но, так как он долго не играл, почти год, у него, короче, не получалось. Но я его скинул в РД, и, ну, короче, в РД он нормально заиграл. прям, долго получается, я его переучил, около недели, две, три точно. Но, там прогресс был. А сейчас опять вновь, все. Короче, надо Олега переставлять, да, все. Альду, чтобы он начал играть просто. В следующий раз он будет на ЛВ, а потом он тебя заменит на воротах. Да, именно. Мы поняли. Все ждем этого момента. Я не надеюсь, если он будет стоять лучше, чем ты, как бы. Не, мы пробовали, но ничего не может поймать. В общем, друзья, давайте потихоньку завершать, и, как бы, перейдем к тому, что давайте прогнозик такой, ну, небольшой, попробуем сделать на второй круг. Прогнозы, прогнозы, врачебные заключения. Даже, Пусть Марк начнет. Вот, в принципе, я сейчас открою расписание на второй круг, да? Но оно может поменяться еще. Да, может. Ну, скажем так, пока на данный момент начинать его будет Пентакиллерс, Вайтайгерс. И вот, как думаете, вот, допустим, вот этот матч, возможно ли, что Вайтайгерс, ну, забьет побольше голов или поменьше пропустит? Как думаете? Нет, еще рано слишком пока. Давай не так, давай пусть каждый вот пройдется, скажет, что считает, и, как бы, ну, то есть, не каждый матч размусоливает, а каждый. А, ну, да. Ну, можно я опять начну? Давай, давай. Да, пусть Марк начнет. Ну, на мой взгляд, борьба со второго до пятого места, она так и будет плотно очень идти по очкам до конца, потому что очень бы не хотелось, это даже мое личное больше желание, очень бы не хотелось, чтобы кто-нибудь отвалился, проиграл там пару матчей и по очкам отстал и так далее. То есть, если, ну, опять же, мы не знаем, как будет плей-офф, если в плей-офф будут попадать не все, а, например, четыре команды, вот это будет интересная борьба, конечно. Потому что, ну, с первым и шестым местом, не знаю, может быть, у вас есть сомнения, у меня лично их очень мало, скорее всего, все так и останется, а вот, если из четырех команд со второго по пятый кто-то, например, не будет попадать в плей-офф, ух, это будет, конечно же, жарища та еще. Ну, в принципе, все, больше мне сказать нечего по поводу прогнозов. Ну, в принципе, слушай, опять же, соглашусь с тобой, будет жарища, реальное жарища, потому что этот турнир какой-то непредсказуемо маленько, да, то есть, вот, у Оскара выиграли одну игру Альянса, там, пентакиллер всех пытается подразваливать, поэтому мало что можно сказать, да, про второй круг, в принципе, все возможно, но, как бы, да, если не разбирать каждый матч, ну, знаете, типа, я, ну, такой прогноз, можно я разберу, можно я разберу, я именно про Майтаггерс, я именно про Майтаггерс скажу, и все, сейчас, сейчас, секунду, покажи, договори, про Майтаггерс, именно, типа, что я думаю, что, есть шанс, что они хотя бы, ну, вот эту колоночку себе маленько добавят, мне кажется, что, ну, они сейчас и взяли Ховла и Артемку, и, ну, маленько, может быть, голов побольше будет, возможно, даже не только там, ну, я не буду там каркать, да, что-то еще говорить, но, спокойно, мне кажется, вот этим вот четырем командам, они смогут хотя бы одну или две забить, вот так вот скажу, с таким составом, Александр, продолжай. О, можно, да, мне просто уже прям хочется сказать, здесь важное значение играет календарь, давайте посмотрим, вот мы смотрим, да, вот сейчас мы видим, не, промотает чуть выше, вот так хорошо, большой роль играет очередность матчей, очень большую роль, и мы здесь видим матчи в ВТ в начале, те, кто играет в ВТ в начале, я считаю, они имеют преимущество, потому что в ВТ еще не сыграются, не войдут какой-то ритм, мы играли с ним недавно, с ними играли товарищеский матч, да, 10-0 выиграли, как бы, это, это вредит о том, что еще команда адаптируется, и как раз у ПК и у АК есть преимущество на первых матчах, потому что они играют с несыгранными, а что будет под конец в ВТ, там, с кем они играют, с Альянсом играть, ничего не будет, а под конец что будет с ВТ, вот Оскар у них идут в середине, вот я думаю, Оскарам будет посложнее, потому что они немножко к 9 числу могут набрать форму какую-то, и если Оскар будут играть не в полную силу, как бы, может быть, что-то и опасное, но здесь все все равно зависит от того, насколько соберутся ребята, то есть, если все будут не недооценивать, то здесь 100%, ноль в очках сохранится, и в голах, ну, как бы, чуть побольше их будет, но, ну, вы поняли, в целом, хочу отметить, то, что очень рано идет у Оскара, если ничего не поменяется, конечно же, идут очень рано у Оскара, и в концовочке здесь есть очень интересный, очень интересный матч, это Пентакилер с Лемонс, я думаю, вот этот матч будет вообще решающий, при том, не исключено, что в конце, в конце, именно, в результате этого матча, до последнего будет непонятно, кто выйдет, почему-то есть такое ощущение, то есть, я поддерживаю Маркова, вот, и вот, честно говоря, если смотреть на все, ну, мне не хочется, как бы, я, конечно, один из игроков, да, этих команд, как-то вот, мне кажется, что Пентакилерс немножко вернутся на, ну, то есть, они сейчас на 4 впереди, да, и на 6 впереди, чем Лемонс, я думаю, что этот отрыв сократится, я не думаю, что они останутся на второй строчке, я думаю, что либо Оак, либо Оскары должны их обходить по тренировной таблице, вот, мое субъективное ощущение, потому что, вот этот эффект новизны от Снейка, он пройдет, и против него научатся играть, и в том числе Альянс, это показал, что против него есть решение, то есть, ну, это реально, и, как бы, пойдет ли у монстра игра без Снейка, это большой вопрос, и я думаю, что все-таки Пентакилерс будут вот пониже немножко, вот только у нас в складе, и вот они с Лемос должны будут решать, кто выйдет в плей-офф, если плей-офф будет из 4 команд, именно они будут решать, как бы, кто зацепится со плей-офф и будет на 4-й строчке. То есть, предполагает, что Пентакилерс, они прям на кураже первый круг прошли, да? Естественно, я тебе больше скажу, я вижу такие пары полуфинала, это, наверное, вот, по ощущениям, да, это Альянс Лемонс и Оскар и Оак, то есть, не буду говорить, кто второй, третий будет, ну, то есть, это было бы так, грубо, то есть, здесь непонятно, потому что, две равные команды с плюс-минус одинаковыми проблемами, но, чисто на каком-то опыте, индивидуальном, да, скелле, потому что у Ак есть вайпер, у Оскаров, ну, тут как бы, трудно вот прям выделить, но просто некр хорошо себя показывать стал, а панда, панда просто король отскоков и, мое прощение, это просто вау, Дмитрий, дети, дети, не делайте так никогда, пожалуйста, покупайте лицензии. Ты скажи, Александр, как я на Марка обычно бомблю во время там товаров или турниров, когда он реально от моей клюшки добивания делает поворот. Ну, есть, 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 согласись, Оскаров, она вытягивает, только вот в некоторых матчах не повезло, но оно есть, я думаю, за счет этого, как бы, Оскары в любом должны вот где-то на второй-третьей строчке выйти, вообще без вариантов, только, я не знаю, если они просят играть, типа, будут там, пинать шайбы не в ворота, отвалится, но я вот не представляю себе вот плей-офф без Оскара, объективно. Ну, само собой. Ну, такое, но я скажу, что это, во-первых, абсолютная правда, потому что у нас с Димой отношения особые, вот честно, из всех, из всех вратарей я только Диме забиваю через клюшку, только ему, больше никому такое не получается, то есть, почему-то какое-то везение дополнительное включается, не знаю, это наша сакральная связь. Просто магнитная клюшка включается, читает за Рипу, Александр. Да, а так, вот я хочу, на самом деле, 100 плюсов дать Александру насчет ПК, он так прямо высказал, и на самом деле, смотрите, вот сейчас таблица включена, действительно, есть отрыв у ПК, 4 очка, это не так уж и мало, на самом деле, и 6 тем более, ну, то есть, конечно, не очень много, но тем не менее, он есть, но при этом, смотрите на голы, у них меньше намного голов, чем у остальных команд, ну, кроме ВТ, естественно, это говорит о том, что, во-первых, они неплохо сыграли, именно командно, в том числе, и в дефе, но также говорит о том, что была доля везения, потому что, ну, вот сравните, например, 43 против 63, или 78, тем более, то есть, они забивали не очень много, но все равно много побед, и мне кажется, что фактор неожиданности от соперника имел место быть, поэтому Александр прав тут. Ну, слушайте. Они не играли с ВТ, поэтому их мало голов. Вот да, кстати, у них там все равно меньше, ну да. Я думаю, что они накидали бы, но 55 было бы у них. Честно, ну, согласись, потому что у них индивидуальные водилы, снега закатило бы там много, это не в этом, вот, суть в том, что если снега выключить, монстр один ничего не сделает, я вот прям вот уверен, прям убежден, он не сделает, но он забьет, может быть, но фактор неожиданности точный был. Вот в этом плане, это как прям, блицкрик такой от Пентакиллерс, потому что, ну, удивительно, удивили они нас все равно. Никто не ожидал от них, что они там даже, ну, будут сильно далеко от Вайтайгерс, я предполагал, да, честно скажу, я предполагал, что будут они где-нибудь на пятом месте, может быть там, ну, на четвертом, не знаю, но, чтобы вот они прям шли под альянсом, еще и с таким небольшим отрывом от нас, от Оскаров и от Оака, как бы, ну, удивительно на самом деле, молодцы ребята, неплохо начали первый круг, поэтому теперь, да, такая интрижка есть, как они начнут второй круг и на протяжении этого круга, как они будут вообще, в принципе, играть. ну, мы Александра поняли, в принципе, я, ну, разделяю, наверное, с ним мнение, хотя, на самом деле, все как бы в руках, наверное, у Пентакиллера, если они вдруг не захотят забавлять обороты, то, наверное, интрига продолжится, и нам будет маленько даже как бы потяжелее и придется посерьезнее к ним относиться. Ну да, тем более, я сейчас понял, что, на самом деле, я забыл, что ПК не играли против ВТ, просто у них 10 матчей стоит и как бы это смущает, на самом деле, да. Вот, например, Оскар, если не брать игру с ВТ, забили 48 голов, то есть разница не такая уж и большая. Да, в принципе, ну, так же и у нас, сколько там, я уже забыл, ой, где там УАК, вот УАК, ну смотри, сам понимаешь, да, как бы, немаленькая сумма шайб. Но там даже меньше 43, получается, если это не. Ну вот, видишь, поэтому я и говорю, что, в принципе, даже, видишь, не в голах, все зависит, как бы, а в самой игре, то есть, можно вот, забивать, как бы, не так уж и много, но быть в лидерах данной схватки команд. Александр, по-моему, от нас отсоединился маленько, да? Видимо, все, приуныл, человечек. Ну, нормально, задремал. В общем, ну, в принципе, мне кажется, мы все раскрыли на сегодня, и прогнозики, как бы, дали, но я не знаю, на втором круге, кроме как пентакиллерс, наверное, больше ни о ком не поговоришь, если что, знаешь, может быть, лимоны маленько прибавят, видишь, они сильно отстали от нас тоже, ну, не сильно, конечно, но отстали все равно. Ну, мы, кстати, я сейчас понял, что мы вообще про лимонов очень мало сказали, все команды так немножко разжевали, кроме них, так что надо бы сказать. Да, вот, в принципе, я как и хотел бы сказать, что вот лимоны, да, если они все-таки маленько поднастроят себя, да, на второй круг, и вот эта вот связка, которую Александр нам указывал, Семенов и Гейс, да, в принципе, массивная такая связка, опытные игроки, и я думаю, что тоже достойно. Опа! Становится интереснее, да? Вот. И, в принципе, такие игроки, как Семенов и Гейс, они достойно, как бы, больше забивать, и, ну, в принципе, тоже, они держат, наверное, вдвоем всю команду, все зависит именно от их двоих, если у них все будет хорошо складываться, то, мне кажется, команда сможет, как бы, повыше попытаться пройти. Конечно, тяжелая сейчас конкуренция, да, ОАК, Оскары, то все, как бы, слишком тесно держимся друг с другом, и поэтому, возможно, ну, есть трудности, конечно, пройти выше, но, на самом деле, сейчас, как я уже сказал, просто, все в руках, именно, у самих команд, как вот дальше все пойдет, как начнем действовать, как будем к этому подходить, ну, так и видно будет дальше, те и будут выше. Ну, я думаю, ты со мной согласен, в принципе. Ну, да, я хотел бы только сказать насчет лимонов, раз уж не говорил, я вообще о них, по-моему, ничего не сказал, но, на самом деле, пока что ощущения, я могу сказать про них, потому что из всех команд, мы с ними чаще всего играли, и товары, и так далее, поэтому я их как-то больше изучил, даже больше, чем ОООК, как так, ну, нет, на самом деле, с вами мы тоже частенько играли, но с лимонами даже больше, как-то так получилось, и, во-первых, я хочу сказать, ты сказал про Эндрю и Дениса, Семенова, я скажу, даже отдельно про Семенова, что, когда мы играли, за них был Семенов, и когда его не было, это почти что две разные команды были, то есть, он очень сильно укрепляет, именно причем, в плане тимбилдинга, скажем так, построения игры, и так далее, это реально системообразующий игрок у них, Эндрю, да, хорош, он, ну, Эндрю-то я знаю как облупленного, он вообще-то в Оскарах играл до этого, как бы, он хорош, как командный игрок, и научился за последний, наверное, год еще и забивать, то есть, в плане забивания у него хорошо пошло, поэтому могу себя похвалить за то, что только чаловы скиллы, как же без этого, теперь, значит, он тащит в Лимонах, и тоже хорош, ничего не могу сказать, единственное, что третье, вот ты можешь сейчас включить статистику на секунду игроков, вот мы видим, что они вдвоем, а все остальные игроки Лимонов, ну, их как бы нет, в списке, ну, вот Нанда есть, да, у него 12 голов, 10 передач, это нормально, но, ну, Нанда, это такой игрок, чаще всего мы видим, да, что именно он выходил, даже, ну, вот, у Семенова 10 матчей, у Эндрю 10, у Нанды 10, они, получается, все матчи так и сыграли, Нанда, это, в данном составе, такой чувак, чисто третий, то есть, он как бы помогает им, и по скилу он, ну, чуть-чуть послабее, чем они двое, и так далее, вот, если бы у них был третий чувак, на таком же уровне, как Семенов и Эндрю, тогда, я думаю, они могли бы вполне, второе место, надо даже отбить у других команд, но, к счастью, для нас, у них его нет, поэтому, поэтому имеем, что имеем, вот, это все, что я имею сказать, по поводу Лимонов. Ну, кстати, подтвердить свои слова хочу, я, маленько раскрою карты, да, у Лимонов, я вчера играл товар за Лимонс, против Пентакиллерс, и, да, Семенова не было в составе, и, получилось так, что Лимоны проиграли, Пентакиллерс, довольно-таки, много составов, создали моментов, возле ворот, которые я держал, и было тяжело, на самом деле, без Семенова играть, потому что, вот, дело даже, знаешь, не в том, что там Семенов хороший деф, и все такое, дело в том, что ключевого игрока, просто убрали из цепи, и не строится связка, не строится связка, дефа с атакой вместе, ну, то есть, не хватает, именно, вот, этого вот человека, чтобы, вот, продолжить действие, там, где-то завершить, а где-то, вот, нужный пас вовремя отдать, чтобы там, Эндрю, допустим, завершил, вот именно, Семенов, он прям вот, он генеральный, ключевой игрок, вот, Лимонов. Но это неудивительно, потому что, вот, есть в футболе такие игроки, которых называют плеймейкерами, ну, и там еще разные синонимы, вообще, на самом деле, Денис один из самых умных игроков, в ИПХЛ, поэтому, и в плане, вот, сейчас может прозвучить обидно, для игроков Лимонс, других, но в плане, вот, именно умения, конструировать игру, он на уровень выше, чем все остальные игроки Лимонс, поэтому, естественно, без него, все выглядит гораздо более, ну, гораздо слабее, это понятно, и даже, так, по-честному признаюсь, что еще до турнира, когда, шла подготовка, уже были товары, и у нас в составе не было пузика, мы его вообще случайно нашли, хотя это не новичок, но нашли его случайно, я звал в команду Семенова, причем, он уже был в Лимонсах, хотел такой грабеж устроить, потому что, мне казалось, что лучше никого подписать невозможно будет, ну, то есть, понятно, что из Альянса никто не перейдет, а от всех остальных, мне казалось, что Семенов, это самый сильный, кого можно позвать, но он, естественно, отказался, но в итоге, на турнире-то видно, что это действительно один из самых сильных игроков, именно в плане сочетания скиллов и интеллекта. Ну да, именно, я даже больше тебе подчеркну, что как бы, вот, допустим, есть игрок с ником П, я точно не знаю, кто это, может быть, это какой-то, ну, по-моему, это вроде не столь старый игрок, как я понимаю, ну, по уровню игры видно, что есть такие ошибки новичковские, я так думаю, что, ну, не больше, наверное, года или полутора лет играет человек, и, вот, по сравнению, как бы, с такими игроками, Семенов видно, что гораздо больше у него опыта, и за счет этого, как бы, он и вывозит, в принципе, даже если сравнивать его по сравнению с Эндрю Гейс, то Семенов, по-моему, гораздо дольше играет, чем Эндрю, как минимум, на два или три года, поэтому, это тоже такое, знаешь, большой козырь в его рукаве, это большой его опыт, скорее, вот так вот сказать, ну, насчет, насчет В, я, извини, перебью просто на секунду, я тоже не знаю, кто такой В, но, во-первых, это иностранец, поэтому мы его не знаем, во-вторых, видимо, да, не сильно-то, он опытный игрок, зато, по-моему, это один из самых разговорчивых игроков в IPHL, судя по матчам, он, конечно, зажигает, просто, когда идет товар, и он не играет, или стоит на воротах, это просто мутолок, поэтому, респект ему за это. Да-да-да, я понял, о чем ты говоришь, я тоже, иногда, ну, скажем так, грубо, иногда даже, конечно, это-то отвлекает, но иногда забавляет, неплохо, улыбку поднимает на моем лице, так что, ну, в принципе, мне кажется, на такой положительной ноте, наверное, можно и закончить наш обзор первого круга, в принципе, мы все раскрыли, все команды, а, да, ну, что я могу сказать, в принципе, насчет сайта, насчет его будущего, ну, как бы не столь много знаний информации, но, сайт будет продолжать обновляться, Денис будет, он и сейчас работает, и продолжит работать, ну, скажем так, почти до идеала, он доведет это дело, насчет серверов, я знаю, что многим не нравится данный хостинг, хост этих серверов, это мы еще будем все тоже обговаривать, пока сервера достаточно на долгий период оплачены, и будем играть именно на этих серверах, вот, а насчет сайта, ну, будет некоторые фичи, да, возможно, скоро будет введен простенький чат на сайте, ну, чтобы просто иногда разбавить обстановочку, можно будет в чате подписаться на сайте, в будущем, вот, допустим, так, Teams, вот эту вот систему, которую, со старого регламента, ее один из изменит, и, типа, по очным встречам, кто выиграл, вот, допустим, мы выиграли Оскар, до 2-0, да, по очным, мы будем выше стоять, ну, как по старому регламенту это было, так и будет в этом, регламент, да, тоже, скорее всего, мы с Денисом составим, я поговорю, и я думаю, что вот Марка и Александр тоже к этому приплетем, и вместе что-то порешаем, что-то составим, потому что какой-то вот, не знаю, список таких правил должен быть все равно, даже то, что у нас есть автоматика, сейчас автоматическая система, все подсчеты, и, в принципе, турнирная статистика, все равно должны быть какие-то правила, чтобы игроки могли понимать, что вообще тут происходит, и как нужно себя вести на данных мероприятиях, вот, и знаю, что в будущем, допустим, к следующему турниру будет введена статистика для вратарей, то есть, вот как обычная статистика для игроков, то будет еще отдельная статистика вратарей по их сейвам, и, ну, прочей там, ерунде, плюс-минус их, скорее всего, тоже будет, вот, в принципе, может быть, когда вы, будем завершать второй круг, вообще, в принципе, турнир этот весенний, возможно, мы все-таки вытащим Дениса Семенова сюда с нами поговорить маленько, я думаю, он как-то больше это все расскажет, чтобы, как бы, наш кругозор увеличить. Ну, да, но, тут мне особо нечего добавить, единственное, что, конечно, на мой взгляд, самая офигенная система, связанная с сайтом, самая офигенная нововведение, это именно автоподсчет статистики, жалко, что этого не увидел Никас, который все это считал несколько турниров подряд, вручную, он бы, наверное, просто в шоке был, что его просто заменили машиной бездушной, отняли у него работу. Я же, знаешь, у него будет шанс посмотреть наш обзор сегодняшний на канале, и будет, ему будет забавно все это послушать. Ну да, ну тем более в этом году он должен вернуться, так что... Посмотрим, да, и будет революция. Да. Ну, в принципе, все, наверное, завершим на такой вот ноте. С вами был Джевглаз, с вами был Панда, Александр, который отошел. Я думаю, что мы с вами еще увидимся, поэтому всем удачи, не болейте и сидите дома. Ну вот.